Всем привет и слава Украине. Новости с Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гилл Абасадзе. И сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Эльдаром Набазовым. Приветствую, Эльдар. Очень рад тебя видеть. Добрый день. Я вас всех приветствую. Приветствую наших зрителей. Спасибо за приглашение и традиционный призыв всем подписываться, ставить лайки, помогать расширению нашего канала. И согласно этому кавказскому поверью, кто будет подписываться, того будет ждать в этом году. Только самые приятные новости. Кстати, наверху я разместил, наверху в смысле канала сейчас, мне сказали, Гилл, ну, купил лотерейный билет, почему ты говоришь, что не выигрываешь в лотерею и не покупаешь лотерейного билета. Так что я разместил ссылки на все соцсети, которые есть, в том числе и на патреон, если будет желание. И о возможностях я не говорю, а доллар начинается. Значит, то чисто символически буду очень рад. И сейчас мы приступаем к нашей региональной присутствии, потому что у нас происходит очень интересное. Я буду повторять слайды, которые у меня есть, потому что я же не буду в каждой передаче готовить отдельные слайды. Поэтому, если кто эти слайды уже видел, то, извините, но слайды-то красиво. Итак, номер раз. Так вот, отношения между Арменией и США будут повышены до уровня стратегического партнерства. Говорится в совместном заявлении двух стран по итогам заседания в Ереване. Вашингтон также предложил Еревану разработать транспортную стратегию на основе проекта «Перекресток мира». Ваши комментарии? Ну, ваше это дело? Есть необходимость поговорить, что происходит в нашей Южно-Капказской песочнице. Именно в плане геополитических перестройки. Потому что сейчас все находится в движении. Грузия находится в движении, Армения находится в движении. И нужно понять смысл, мотивы, интересы. Потому что фактов будет много. Вот ты привел этот факт, но я могу привести такой факт, что, например, сейчас, когда мы с тобой беседуем, помощник президента Химед Каджев проводит в Брюсселе на Азербайджан-НАТО большое заседание. Там свериваются часы, очень важные обсуждения идут. Есть несколько других важных событий по Грузии. То есть надо в целом оценить вообще, что происходит на Южном Капказе. На мой взгляд, самое главное, что мы должны усвоить из происходящих событий, заключается в том, что лет 10-15 назад на Южном Капказе существовала вот такая геополитическая расстановка. Армения была полностью под Россией и в военном, и в экономическом плане. Грузия на всех парах стремилась к евроатлантической интеграции и в НАТО, Европейский Союз. Азербайджан занимал позицию разновекторную. То есть Азербайджан не ставил себе цель не войти в НАТО, Евросоюз и не в ОДКБ и Российский Евразвест. Азербайджан стремился сотрудничать с обеими полюсами и сохранять свою независимость принятия решений. И что мы увидели, к чему мы пришли в результате событий последних лет? Мир уже не однополюсный. Теремония Соединенных Штатов, Кратильного Запада, которая была после распада Советского Союза, она завершена. Это уже все признают. Де-факто сейчас мир многополюсный. Надо стараться в этом многополюсном мире найти себе место и выработать свою стратегию в отношении этого многополюсного мира. И сколько это будет продолжаться, станет ли он снова однополюсным под дюймонией коллективного Запада или под дюймонией Китая и России. Могут разные прогнозы разных людей быть, но ясно, что это не случится буквально сейчас и в ближайшие годы, что эта перестройка еще затянется достаточно длительное время. И вот в этой ситуации та стратегия, которую реализовывал Азербайджан, оказалась наиболее выигрышной. Она помогла Азербайджану решить очень ряд важных вопросов, в том числе с восстановлением нашей территориальной целостности и покончить сепаратизмом нашей территории. И наряду с другими очень важными обстоятельствами, как сильная армия, там достаточные финансовые ресурсы, очень важную роль играло то, что Азербайджан был приемлемым партнером и для Востока, и для Запада. И, в общем-то, никакой сторон не считала, что победа Азербайджана является для него геополитической катастрофой. Каждый старался в этом процессе занять какое-то свое место, адаптироваясь к тем изменениям, которые происходили в связи с победой Азербайджана и восстановлением нашей территориальной целостности. И Азербайджанно-Турецкий союз уже не де-факто, военно-политическое было. Я думаю, что из этого сделали вывод и в Тибилиси, и в Ереване. То, что я сейчас вижу и понимаю, это то, что в какой-то своеобразной манере, не пытаясь полностью копировать Азербайджан, но и Тибилиси, и Ереван одновременно пришли к выводу, что делать ставку только на одну сторону, в условиях, когда мир стал многополисным, исход сражений еще не ясен, тем более находясь не в центре Европы, где легко сделать выбор, или не в центре Азии, где легко сделать выбор, а именно на пересечении на стыке Европы-Азии, где все игроки и Восток, и Запад пытаются конкурировать между собой, что и в Тибилисе, и Ереване пришли к выводу, что модель Азербайджана действительно, как показала практика, себя оправдала, и в какой-то, по мере возможности, надо использовать такой подход, не копируя буквально это. И то, что мы сейчас видим, это некоторый отход Грузии от однополисного политики интеграции евроатлантического пространства, в сторону немножко центра, чтобы иметь возможности играть здесь с другими игроками. И то же самое делает Ереван, просто Ереван отталкивается от союза с Россией, военно-политического, экономического союза, и дрейфует немножко к центру, расширяя связи с Соединенным Штатами и Европейским Союзом. Ну и процесс мирных переговоров с Азербайджаном, с Турцией тоже в этом ключе. Если это удастся подписать этот договор мирный, то это тоже шаг в сторону, ближе к центру этой геополитической борьбы. Просто Грузия отталкивается от своей односторонней политики евроатлантической в сторону центра, а Армения отталкивается от своей пророссийской политики в сторону центра. Это нелегкий процесс, он вызывает, естественно, раздражение, особенно у тех геополитических центров, которые уже привыкли. Запад уже привык считать, что Грузия – это ее, в общем-то, вотчина, что Грузия именно находится в ее лагере. Россия привыкла считать, что Армения – это ее, в общем-то, в ее лагере. И отрыв от этого и новая политика древ в сторону центра, естественно, вызывает недовольство коллективного Запада в отношении Тибилисии и России в отношении Еревана. Но оба эти государства – Грузия, Армения, вот то, что связано с внутренними сейчас и брожениями – все это в результате определенных геополитических каких-то сдвигов, что нелегко, потому что и во внутренней политике уже консенсус вроде бы сформировался. В Армении был консенсус в пользу многобеговых связей с Россией, и в Грузии был консенсус в отношении евроатлантического пространства. И менять вектор внешней политики, хотя бы ее корректировать – это всегда болезненно и в плане реакции глобальных центров, и в плане своей внушной политики. Но я хочу сказать, ни в отношении Грузии, ни в отношении Армении, я предполагаю, вещь не идет о том, чтобы один однополисный подход поменять на другой однополисный. Скорее всего, Армения не будет до конца рваться с Россией, она остается в Евросоюзе, она там получает очень много экономических дивидендов, но она военно-политические связи усиливает с Западом, для того, чтобы все-таки постараться играть многобекторную игру. То же самое Грузия. Я не думаю, что Грузия вообще отказывается от интеграции с НАТО, с Европейским Союзом. Например, Азербайджан – турецко-грузинский треугольник, который сейчас складывается, вот недавно завершились очередные военные маневры сил специальных назначений Турция, Грузия, Азербайджан. Ее не надо воспринимать как альтернативу евроатлантической интеграции Грузии. Фактически, на мой взгляд, Грузия сейчас что пытается сделать? Есть очень опасный такой овраг по времени, который НАТО своим подходом создает. Вы объявите, что вы хотите быть членом НАТО, становитесь в очередь на 2-3 десятилетия, проводите реформу, а потом воспримем. Но только Россия категорически против этого, у России получается фора в 20-30 лет для того, чтобы раздербанить любое государство, которое объявит о том, что оно хочет стать членом НАТО. На этот период нужно какой-то, в общем-то, гарантии безопасности на переходный период. Вот в Украине это поняли очень поздно. Сейчас разгар войны с Россией, у них создаются треугольники разные, гарантии безопасности, с ними Великобритания что-то подписывают, больше подписывают. Но уже война-то началась, агрессия России уже началась. Вот если бы такие гарантии были подписаны до 2022 года, тогда, может, Москва и подумала, стоит ли нападать на Украину, если у нее есть уже военный союз с Великобританией, из Франции, я не знаю, с Соединенным Штатами, с Польшей и так далее. Хотя она не член НАТО, но она имеет вот двусторонние уже такие гарантии. Как-то вовремя это не было сделано. В разгар войны, когда уже самое страшное уже произошло, уже агрессия совершилась, идет полноценная война, то эти все союзы, они не играют такой серьезной роли. Это больше такой политический эффект. Потому что эти страны, сколько могут помогать Украине, они помогают. И само подписание этих соглашений двухсторонних, это не привело к взрывному росту, допустим, их военной поддержки. Они не отправляют свои армии на территорию Украины, чтобы воевать. То есть это какой-то запоздалый шаг. Но вот то, что пыталась сделать Украина запоздала, Азербайджан сделал вовремя. По-моему, сейчас Грузия, она расценивает, грузинское руководство, я имею в виду, расценивает военно-политическое сближение Турции, Азербайджан, Грузии. Есть уже экономический треугольник, есть по транспортной логистике. Это очень важную роль играет Азербайджан, Турция и Грузия вместе во всех процессах. Сейчас добавляет сюда военно-политическую составляющую, в сфере безопасности. Это определенные гарантии безопасности на этот период, период интеграции евро-политического сообщества. Ведь Турция член НАТО. Турция не отказалась от членства НАТО для того, чтобы подписать с Азербайджаном двустороннее соглашение, Шушинскую декларацию, и не вышла из НАТО для того, чтобы с Грузией, с Азербайджаном создавать здесь какой-то треугольник. Это право любого члена НАТО, и Турция этим правом пользуется. То же самое будет и с Грузией. Она может этим треугольником воспользоваться для того, чтобы сейчас добавить достаточно сильные элементы своей региональной безопасности. Если треугольник сформируется, так же, как и в Шушинской декларации, будут подписаны договоры. Это определенная гарантия в плане того, что Россия будет думать, что Грузия уже не одна, она вместе с Турцией, с Азербайджаном, а с Азербайджаном, с Турцией, Россия приняла решение, что ихний союз, в общем-то, надо воспринимать, делать хорошую мину, это неизбежный процесс. А в конце концов, Грузия может решать, она может как Турция вступить в НАТО, а может как Азербайджан не вступить в НАТО. Это все для маневров у Грузии останется. Вот это то, что сейчас происходит на Южном Кавказе, если так коротко суммировать. Азербайджан уже сделал заранее свой выбор, и этот выбор оказался достаточно эффективный, достаточно успешный. Сейчас Грузия и Армения учитывают весь опыт происходящих событий, стараются тоже расширить поле для своих манеров. Грузия немножко дрифует от евроатлантических такой риторики и стилистики в сторону центра, особенно за счет усиления военно-политического соотношения с Азербайджаном и с Турцией, а не склонения к пророссийской позиции. Армения, наоборот, дрифует не от Запада, а от России в сторону центра, чтобы попытаться здесь иметь достаточно, не обрывая все связи с Россией, но наращивать связи с Западом. Вот эта геополитическая картина по Южному Кавказу, на мой взгляд, заключается именно в этом. А все остальное уже важные детали, которые мы можем с тобой, то событие, это событие, обсудить и спорить, соглашаться и не соглашаться. Вот так, дорогой. Спасибо за очень такой пространный ответ, очень интересный ответ. В тайм-коде я прописал найти свое место в многополюсном мире, но вот все стоически молчал и крутилась фрагмент из хорошо известного нам всем фильма. Я не уверен, что всем зрителям известного, потому что это поколенческая кавказская пленница. Мой, говорит, прадед говорит, что был человек, который имею возможность купить козу, но не имею желание. Имею желание купить дом, но не имею возможности. Я всегда говорил, что Эльдар лучший тамадар на Южном Кавказе. Да. Так что, вот в данном случае я и вспомнил этот тост, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Проблема? Гела, я хочу оловежды сделать к твоему тосту. Можно? Как ты говоришь, опытный тамадар. Я, кстати, очень редко пользуюсь этой возможностью. Я очень редко, когда готовлю шашлыки, но когда я готовлю шашлыки, мои друзья говорят, мы больше нигде не будем кушать шашлык, если ты его не приготовишь. Но иногда я беру на себя роль томаты, которые, я вижу, на тебя тоже произвела впечатление. Вот я делаю оловежды к твоему тосту. Если Грузия хочет вступить в НАТО, но видит, что у нее сейчас для этого возможности нету. Потому что НАТО пока не готово ее принять, а Россия вовсю старается в общем-то сделать так, чтобы если не с нами, то не доставайся никому, скажем так. Если Армения хочет быть в союзе с Россией, с помощью этого союза держать под оккупацией нашей территории, захватывать наши территории и видеть, что это не получается, она терпит поражение и так далее, то тогда и Тебилищи, и Ереван, как ты говоришь о том, то есть они говорят, имею желание, то есть имею возможность, но не имею желание, имею желание, но не имею возможности. Надо искать третий путь. Вот то, что я тебе говорю, это как раз таки тот случай, когда и Грузия, и Армения говорят, что раз то, что мы хотим не получается, а то, что нам дают, нам неинтересно, надо идти, то есть поздравствует кибернетика. Выберем же за кибернетику, чтобы он посчитал, сколько звезд на небе, сколько капель в море. Да. Ты понимаешь, в чем дело? Как бы я бы хотел с тобой согласиться? Но есть нюанс. Ты сказал, если, если Грузия хочет вступить в ЕС, если Грузия хочет вступить в НАТО? Проблема, думаю, именно в этом если. Потому что то, что я сейчас вижу, я сейчас вижу следующую вещь, что грузинское руководство давно уже отказалось от курса в Европу и в ЕС. Если бы они бы хотели бы вступить в ЕС и в НАТО, вот уже на протяжении каких лет, уже четыре года продолжается одно и то же рекомендации Евросоюза, двенадцать, десять, девять, двенадцать буквально. И ни одна, европейцы соврали, когда сказали, что из двенадцати три рекомендации выполнены, соврали, ни одна рекомендация не была выполнена. А почему не была выполнена? Тоже в логике нашим властям не откажешь. Не хотят они, чтобы у нас были свободные выборы, не хотят они, чтобы у нас был независимый суд, они выстраивали эту систему, то есть частично получивало ее в наследство от предыдущих властей, не для того, чтобы все это сдавать ради какого-то счастлива в ЕС и в НАТО. Нет, конечно же, если ЕС будет примут вот такими, какими мы есть, они не против. И у них есть надежда на то, что примут. Но проблема в том, что природа не держит пустоты. к сожалению, вот кстати, к твоему как раз таки, то, что ты сказал, да вот у меня есть слайд, замечательный слайд, на мой взгляд. Да. Это вот Ирак Личакова не был в Баку, до этого Кубахидзе был в Анкаре и так далее и тому подобное, но к сожалению, вот все вот это, да, оно не про укрепление военно-савдиннического союза какого-то с Азербайджаном и с Турцией, а про то, что ребята, несмотря на то, что у нас сейчас крыша уже перебита и мы ее оформляем, за наши стратегические проекты можно не переживать. Они будут работать. Они будут работать по-любому другое дело. Я бы тут задал бы вопрос, а будут ли они развиваться? Не будут они развиваться, по крайней мере, при этой власти, потому что на этой власти это не выгодно. Явно, потому что тут уже Россия ошибнет. Дело дорогой мой, дорогой мой, я уверен, что в любом политологическом анализе, экспертизе надо постараться абстрагироваться от личных симпатий, антипатий. Ничего личного. Ничего личного в данном случае. Для меня это очень плохо. Я не хочу, чтобы так было. Но, к сожалению... Я понимаю, да, но дело в том, что у нас тоже есть критики внутри страны, их мало, да, но у них такой подход, якобы, когда, в общем-то, Гейдер Али приходил к власти в 93-м году, его пригласила тогдашняя власть, это Народный фронт, за ним послали самолет нахчевань, ему предложили должность премьер-министра, он отказался, ему предложили должность спикера парламента, он сперва отказался, он поехал в Гянджу, потому что там уже началась гражданская война, он встретился с теми Гянджи, которые грозились пойти в Баку и повесить на фонарных столбах все правительство Народного фронта уже, потому что была гянджиская операция неудачная, им не удалось разрушить эти отряды мистерзенного полковника Сурета Ксейнова, да, и в этой ситуации вот его пригласили как очень авторитетного человека, и та, и другая сторона, и власть, и оппозиция вооруженная, и в целом общество считали, что самая опытная политика Азербайджана должна вмешаться в этот процесс, и перед ним стояли задачи, сперва прекратить гражданскую войну, восстановить ее и прекратить, второе, навести стабильность в государственном аппарате, остановить наступление армянской армии, стабилизировать ситуацию на Азербайджане, потом постараться подписать нефтяные контракты, которые помогут Азербайджану изменить ее экономическую, ее политическую ситуацию на Южном контракту. Используя эти преимущества, создать сильный государственный аппарат, сильную армию, и в конечном счете, если дипломатия не поможет, то военным путем решить карабахский вопрос, освободить нашу территорию. Сейчас очень много людей, этот план оказался полностью перевыполнен, как я иногда говорю, перевыполнен, люди начинают гадать, что я под этим имею ввиду. У нас очень многие и критикуют, и как будто бы, когда Гейдара Лева в 1993 году пригласили и власть, и оппозицию остановить гражданскую войну, и, в общем-то, спасти от раскола, расчленения страны, как планировали в Москве, что какая-то часть отходит к России, нефтяные ресурсы, какая-то часть Иран, Армения занимает Карабах, Нахчевань и так далее. Как будто тогда Гейдара Лева пригласили, сказали, что дорогой мы тебя приглашаем на вот этот Баку, на эту должность, иди, иди, добейся обязательно, чтобы в индексе, ну, допустим, Transparency International наша страна с 90-го места опустилась до 60-го места. Или в индексе там, наверное, Freedom House, чтобы мы заняли обязательно место ниже 48-го, 49-го, этого, это, я считаю, вполне достаточно. Слушай, его пригласили, сказали, надо спасти страну, она разваливается, надо остановить армянское наступление, надо потом, если можно, там, построить нормальное государство. Если получится, хотя бы эти пять районов получить, но не согласиться на независимость, пока это будет что-то такое, но формально не будет это независимое армянское новое государство, и в то же время, чтобы эти районы за пределами Карабаха нам вернули. И несмотря на то, что это миссия, которую многие считали невыполнимая, миссия, есть этот фильм-териал Impossible, да, хотя этот Impossible стал Impossible и все это решили, да, но есть люди, которые говорят, мало ли что это решили. Самое главное, вот этот индекс Transparency и Freedom House, это тоже важно, в матерях надо с этими индексами разобраться, как это, как дубинку используют для, надо, в общем-то, делать то, что тебе вашим компомс скажет, и тебя вдруг неожиданно тут подфартят карты, и у тебя пойдет выигрыш за выигрышем, и ты в этих индексах вдруг займешь сразу ведущие места, да. Я к чему это веду, я к чему это веду, все-таки может быть, за основу, основным мотивом принятия решений в Грузии сейчас все-таки это не вопросы шкалы и вот это самое Transparency или Freedom House. Может, все-таки, может, все-таки там есть такая и мотивация, как бы не то, что там, я с тобой согласен, что сейчас в прошлом мы с тобой говорили, сейчас кажется очень невероятным, чтобы, допустим, Москва дала бы какое-то согласие на восстановление территориальной целостности и Грузии. Я, например, считаю, что если кто-то такие намеки делает, они сейчас абсолютно реалистичны, но, во-первых, надо исходить с того, что, а может быть, еще хуже, чем сейчас, конечно, может, конечно, может, и Россия, если случится такое, что у нее будет возможность пойти на Южно-Капказ, на Грузию, а сейчас они очень многие недовольны говорят, что вот в то время остановились и не дошли до Тибири. Вот это была наша ошибка была в Москве, что она не пошла до Тибири. Сейчас об этом на всех российских экранах говорят, что не на каждой второй передаче. Надо иметь гарантии безопасности на такой случай. Гарантии безопасности НАТО дает, не дает. НАТО говорит, что когда Россия успокоится, мы точно будем знать, что Россия на тебя не нападет, тогда мы тебя и примем в НАТО. Зачем нам это НАТО? Как они перед Украиной стали условия, что надо победить Россию, тогда мы примем ее НАТО. Когда Столтенберг об этом заявил, я сделал ответное заявление, что пусть Столтенберг приведет хотя бы одну страну, которую они приняли в НАТО после того, как она победила Россию, это раз. Поэтому если бы НАТО принимали государство, сколько было бы тогда членов НАТО на сегодняшний день. И второе, если Украина победит НАТО сама, победит Россию своими силами, нахрен я извини, если им сдалась Россия, этот НАТО тогда. Она своими силами может победить Россию. И поэтому я думаю, что какое-то определенное сдерживающее какие-то политические шаги для сдерживания возможной эскалации с севера и укрепления военно-политических союзов с Турцией, с Азербайджаном и может быть даже подписание каких-то соглашений в будущем, которое затвердило бы это уже с правовой точки зрения. Может быть это очень важный элемент безопасности Грузии, когда на боли спокойно может идти к тем целям, о которых ты говоришь. Эридар, дорогой, вот если бы сейчас подписывались бы эти декларации, если бы сейчас, во-первых, про в двух словах сначала про Идера Алиева абсолютно верно, Грузия находилась тогда точно в таком же положении, даже еще хобби в таком же положении. И тогда пришел Эдуард Шеварнадзе и тогда он создал государственные институты. И тогда никто к Эдуарду Шеварнадзе особых претензий не предъявлял. Но после этого прошло достаточное количество времени и сейчас проблема не в том, что нам чего-то не дает. Проблема в том, что отбирается то, что было. Вот в этом проблема. Теперь по поводу возможной мотивации грузинских властей. Ты знаешь, как бы я был бы счастлив, если бы было бы так, как ты сказал. Если бы действительно мы бы заключали сейчас договора о каком-то военном союзе, хотя бы союзическом взаимодействии с Азербайджаном и Турцией. И, кстати, ты говоришь, что могли сделать? Могли, могли и США, могли говорить, и США были готовы к определенным царагам. И с той же Турцией могли говорить, и очень активно могли говорить, и нужно было говорить, чтобы дать гарантии безопасности. Война в Украине идет два года. За эти два года можно было выстроить все это таким образом, чтобы минимизировать риски, но у них же с Россией бизнес. с Азербайджаном. Я не знаю. Два года Украина, которая подверглась агрессии, она же увидела все это лицемерие и двойные стандарты. Ей оружие не давали, чтобы она не могла одержать победу. И когда оружие давали, ставили запреты не бить по территории России. Вся политика это двойные стандарты, и мы еще поговорим с тобой об этих двойных стандартах. Если они же в отношении Украины себя так поверили. Очень лицемерно по отношению к Грузии провела бы себя Турция, если бы мы говорили о том, что давайте обеспечим ваши же региональные проекты безопасности. Была бы Турция лицемерная или нет вопроса? Я думаю, что нет, потому что это в интересах Турции. Конечно. Непосредственно в интересах Турции. Так почему этого не было сделано за два года? О чем мы сейчас говорим? Я понимаю, что ну давай делаем так. Я даже вашим внутренним политикам ты знаешь, Грузию не люблю обсуждать. Я говорил о том, какие геополитические сдвиги проходят. Мне кажется, что и Грузия, и Армения, они понимают, что в нынешней геополитической ситуации в мире, когда де-факто установился какой-то многополисный такой мир, и оно может продолжаться еще пять лет, десять лет, никто не знает, сколько это будет продолжаться. они учитывая и опыт Азербайджана, что он оказался удачным, они каждый от выбранного ранее полюса немножко сдвигается к центру. Армения от России немножко идет к центру, в сторону запада, я думаю, до конца не будут обрывать отношения с Россией, а Грузия от коллективного запада идет в сторону центра, но больше это в сторону пока что Турции и Азербайджана с Москвы явно каких-то у них пока нет, предполагается, что это может быть, но мне кажется, вектор сам понятен, что надо приспосабливаться пока что к многополярному миру, который сложился независимо от того, это нам нравится или же не нравится. Я был бы очень рад ошибаться, я был бы очень рад ошибаться, я был бы очень рад, если до выборов до октября было бы подписано какое-то соглашение, хоть какое-то, любое, понимаешь, любая бумажка, вот любая бумажка между Турцией и Грузией и Азербайджаном. Это не дело не в бумажке, бумажка может до выборов. Бумажка должна быть. Да, де-факто сейчас происходит очень большая такая программа реализуется по военному сотрудничеству Азербайджан, Турция и Грузия, совместные военные маневры сил специальных назначений, которые только что закончились, это буквально там десятые или пятнадцатые по очереди вот это такие важные маневры совместные и я думаю, что совместные учения, я думаю, что это делается неспроста. Что нового в этих учениях? Эти учения проходят более, по-моему, 20 лет они проходят каждый год в Грузии, Азербайджане, Турции, Грузии, Азербайджане, Турции. Хорошо, что они проходят. Это означает, что все-таки вот это они сохранят. Хорошо, что они проходят. Но делать из этого далеко идущие выводы о чем-то я только за, я еще раз говорил. Хорошо, реально оценивать ситуацию нужно. И, кстати, вот сейчас самый интересный вопрос по стратегическому партнерству США и Армении. Мы про это уже не поговорили еще? Да. Ну, с чем дело? Вот я, я прошу прощения, что я повторяюсь, но я, мне же интересно на свое ведущее мнение, поэтому я вынужден повторять в каких-то моментах. Смотри, до недавнего времени ты сам описал эту ситуацию. Вот чисто институционально, Армения полноценный военно-политический союзник России с влиянием в экономике и со всем остальным. Грузия отношение стратегического партнерства с США и с ЕС с участием западного капитала в Армении российский капитал, понятно, с участием западного капитала в финансовом секторе и это тоже важно и есть стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном. Азербайджан значит стратегическое партнерство с Грузией, союзничество, полноценное союзничество уже, но это последние годы, но это уже до точки бифуркации, до которой мы дошли, с Турцией и союзническое взаимодействие, договор о союзничестве взаимодействии с Россией. казалось бы, казалось бы, вот в эту расщелинку, там нету поля для маневра, вот все уже, или так, или так, но вот тут как раз таки, в общем-то, это же уникальный случай, согласитесь, полноценный военно-политический экономический партнер России, что там общественное мнение Армении думает, это проблема общественного мнения, ровно так же, как и проблема общественного мнения Грузии, то что он называет, полноценный военно-экономический, военно-политический и экономический партнер России становится стратегическим партнером Соединенных Штатов. Не означает ли это, что фактически Армения становится хабом для связи России с Западом? Я отвечу на твой вопрос и на твое предположение я хочу делать сперва отметить одну вещь. В дипломатии вот эта стратегия баланса такого многополисного устраивания своей внешней политики это самая сложная для исполнения ваше внешнеполитической стратегии. Блоковая она наиболее простая. ты выбираешь блок который считаешь отвечает твоим национальным интересам ты вступаешь в этот блок и дальше уже в этом блоке большие дяденьки которые знают больше и знают лучше что происходит в мире они принимают решение и весь блок фактически выстраивается по строку. А вот когда ты ведешь политику баланса тебе нужно очень четко взвешивать каждый раз самому где находятся те грани на которых нужно остановиться где находятся те красные линии на которых нужно остановиться потому что ты вместо нормальных отношений со всеми ты можешь получить враждебные отношения со всеми если не будешь четко знать где ты можешь насколько сблизиться с западом а где можешь оставить связи с Россией так чтобы это выглядело именно как баланс а не какой-то раздраж если ты проходишь красные линии то на Грузию например может ополчиться коллективный запад и жестко пройтись а если ты где-то неправильно сделал расчеты то на Армению может наехать Россия и каждый раз вот это надо четко взвешивать как по минному полю чтобы найти именно тот баланс который позволит стабильность чтобы сохранить должен быть баланс если баланс неправильно найден то лодка перевернется Азербайджан так как давно идет по этой линии у нас тоже были периоды притирок очень тяжелые нам тоже приходилось допустим взвешивать каждый шаг мы уже обрели вот тот баланс и его закрепили военно-политическим советом с Турцией этот центр стал намного более тяжелым легче находить даже уже новые балансы в связи с изменением геополитической ситуации а Грузия с Арменией еще идут по этому пути мы уже сейчас не про Грузию мы уже сейчас про Армению давай да вот Армения вот то что говоришь она приняла вот это решение военным стратегическим партнерским соединенным штатам это на мой взгляд это не какой-то очень важный это у вас во дворе за невесткой приехали или что это сигнализация у кого-то сработала сейчас да это самое у нас я извиняюсь мы иногда рассказываем что такое смешное что немножко разгрузить наших зрителей в связи с геополитическими этим сложными разговорами я на минутку отключусь от нашей темы да самый смешной эпизод из моего детства я вырос в этом месте Малик где у нас там дворы и все и так далее когда мы знали что в соседнем дворе девушка должна выйти замуж у нее ожидается свадьба вот летом они с семьей поехали последний назад отдыхать потому что осень у них свадьба и вдруг в конце лета мы видим караван машин сигналят с музыкой там балабаны это зурна все и так далее а это полагается в общем-то девиз ее приданные в общем-то увозятся там какие-то носички все и так далее все соседи все бросают воду там счастливы там все радуются ну правда не замечают каких-то членов семьи но думают что такая толпа так где там искать все так радостно все проводили все а через два дня эта семья приезжает с отдыха и соседи говорят а что вы нас на свадьбу не позвали какая свадьба свадьба это же еще осень как была это самое все в офисе как открывает дверь смотрит квартиру эти бары которые знали что у них потому что я сама уже полукриминальный всегда был такой они знали даже знали музыкантов знали две три машины сперва скрыли эту дверь изнутри ждали потом на глазах всех соседей всю квартиру вывезли с этим самым и все хлопали радостные все обнимались бросали воду быть счастлив это одна из самых таких интересных воровских операций которые я увидел что-то на нашем районе кстати хорошая 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 это даже это как анекдот в смысле это правда но это исторически это правда да я вот сейчас слушал как там у вас гудят машины поэтому я спорил вот сейчас самое вот это то что сделала делает Ереван вместе с этим заявлением о стратегическом поощриваться все и так далее дело я неспроста рассказал эту историю это гудение это гудение это автомобильный сигнал и все и так далее много шума да но в реальности это такая обманка вот я например легче объясню эту обманку со второй частью этого предложения которое у тебя там было да у них там стратегическое партнерство да и дальше вторая фраза помнишь-ка я там была перегнет от мира да но ты обрати внимание как построено это предложение если его выучено экран я тебе скажу как допустим мы анализируем политические тексты вот смотри Вашингтон также предложил Еревану разработать транспортную стратегию на основе проекта перекресток мира что здесь сразу вызывает вопрос если Вашингтон решил поддержать проект перекресток мира так они так и бы сказали что мы поддерживаем перекресток мира и Соединенные Штаты выделяют допустим для его реализации условно говоря 100 миллионов долларов ну как заявил Евросоюз выделяем серединному коридору сейчас 10 миллиардов а дальше еще 250 миллиардов мы значит аккумулируем от частных банков там частные компании все и так далее как Китай который заявил что он на реконструкции этих железных дорог там по этим серединным коридорам выделяет 40-50 миллиардов долларов и включая транскаспийский самый коридор который тоже был на саммите Китай Центральная Азия два раза упоминался транскаспийский коридор вот так поддерживает проект деньгами конкретно а здесь говорится на основе вашего проекта сделайте как у них стратегическая программа разработать или как это транспортную стратегию это это значит что означает дорогой мой что им уже два раза сказали и американцы и европейцы в Ереване сказали буквально неделю назад и 20 дней назад подключайтесь к серединному коридору деньги выделяются на серединный коридор ваш перекресток мира прекрасно аплодируем красивый мультик хороший ролик карта прекрасная на это денег не выделяем потому что это все фейк и для того чтобы его реализовать нужно через Иран чтобы строить вкладывать деньги в Иран никто ни европейского союза ни Соединенных Штатов в Иран ни копейки вкладывать не собирается Иран подключать к каким-то таким важным международным проектам не собирается и поэтому им два раза сказали в лоб подключайтесь к серединному коридору в этот раз он Брайан сказал что на основе вашего перекрестка мира давайте разрабатывайте совершенно новый документ стратегическую это самое да транспортную стратегию и в новом документе первым пунктом должен стоять открытие Зангизорского коридора и присоединение к серединному коридору то есть как можно дипломатическим языком скрывать реальную цель реальную цель Армению подтолкнуть к серединному коридору и к транскаспийскому коридору которому уже было объявлено и американцами и Европейским Союзом а сейчас господин О'Брайан это камуфлирует такое интересное предложение на основе вашего проекта пересторг мира разработать транспортную стратегию а транспортная стратегия может быть только одна для того чтобы Азербайджан открыл границы Армении и Турция чтобы открыла границы Армении Армения должна открыть границы и Азербайджан Азербайджан как это можно словами по-другому это преподнести а смысл-то совсем другой и то же самое то что касается стратегического вот этого партнерства да не секрет я об этом говорил что каждая страна в том числе Армения ищет себе определенные гарантии безопасности те гарантии безопасности которые она раньше имела от России сейчас она рассматривает Россию как угрозу что мы хотим интегрироваться в европейское пространство и нам угрожает кто угрожает в общем-то Россия что значит стратегическое партнерство это дает какая-то гарантия безопасности Армении абсолютно никакой какое вооружение будет давать абсолютно об этом речи неретальные сказали будут оружие может быть Армении передано что такое неретальное оружие бедная Украина в условиях войны и агрессии с Россией не может добиться чтобы ей давали полноценное оружие Франция открыто говорит о том что она дает ей уже списанный хлам а самое современное оружие она украине не дает современное оружие хотя бы кто-то давал бы и хлам по крайней мере Макрон делал такое циничное откровенное признание и то же самое и Соединенные Штаты поэтому то что на этом совете Армении Соединенные Штаты там были приняты вот такие то воззвания решения на мой взгляд это все пока что еще только только фанфары это сигналы машин что мы приехали за невестой у нас тут свадьба надо вывозить мебель уже в реальности совсем это не то не те гарантии не те то что на самом деле нужно Армении во первых Армения может ошибиться как я сказал взять неправильный расчет потому что именно сейчас она пытается методом тыка там своего анализа определить где вот какие красные линии все чтобы можем создать такой баланс тоже она может ошибиться это ошибка ей дорого обойдется но тогда кроме того у Армении в ее стратегии есть огромная такая пустота это то что не добившись мира с Азербайджаном и с Турцией не открыть границы у нее не будет ни безопасности у нее не будет ни подключения к каким-то международным транспортным каким-то программам и серединному коридору и так далее вот этот вопрос и в первую очередь надо решить а там все сейчас уже мяч находится на поле Армении Азербайджан уже четко заявил мы готовы уже договор можно сказать в основном своих принципах уже согласован остается ключевой момент Армения должна решить вопрос своим законодательствами конституции пока в конституции у нее находится положение там связано с территориальными претензиями к Азербайджану наш президент сказал что подписывать мирный договор просто невозможно кстати последнее событие в Армении когда из-за четырех сел которые Армении не принадлежат и правительство Армении официально заявляет что их нет на наших картах их нет в нашем реестре из-за этого сейчас оппозиция ходит по всему городу устраивает митинги шествия что наша территория отдаются врагу можно себе представить если из-за четырех этих сил можно себе представить если в конституции Армении останется вот это положение и тогда любая следующая армянская власть может сказать что соглашение с Азербайджаном противоречит конституции Армении она должна найти отсюда выход должна это решить мяч на поле мы ничего не заставляем мы готовы подписывать этот мир она имеет несколько возможностей кстати недавно британский дипломат опубликовал свой твит по этому поводу и напомнил официально напомнил что такая же ситуация была когда было соглашение по страстной пятнице это Белтовское соглашение о мире в Ирландии тогда когда Великобритания и Ирландия договаривались об этом мире тогда в конституции Ирландии были закреплены территориальные претензии к Великобритании на северную Ирландию и в рамках этого договора был отдельный пункт что Ирландия проведет референдум и изменит свою конституцию и уберет эти пункты так случилось они подписали этот договор в пятницу и потом через месяц как было договоренности Ирландия провела референдум и поменяла свою конституцию изменила вынесла из этой конституции территориальные претензии то есть есть международный опыт и практика есть это наш президент очень точное слово использовал это невозможно подписать мир мы не хотим просто невозможно ставить такую огромную вещь как мир между Арменией и Азербайджаном ставить ее под удар и в зависимости от того есть сегодня Пашинян будет мир а не будет Пашиняна не будет мира так что ли получается поэтому они должны вот принять нахи какую-то формулу об этом мы с тобой тоже говорили что если будет политическая воля они форму найдут как это сделать но эти вопросы должны юридически быть решены мы ждем от обмене этого мы готовы к миру готовы пока вот так вот это выглядит ой нет это не извиним пока вот так вот это выглядит пока это выглядит таким образом то есть заявление о том что конституция Армении и поправки к ней не являются сейчас я побольше сделаю являются внутренним делом и мы рассматриваем попытки официального вмешиваться во внутренние дискуссии в Армении как внутреннее вмешательство в наши дела в то же время мы считаем что подобная риторика это заявление МИД Армении мы считаем что подобная риторика остается под сомнение искренность Азербайджана достижения мира раз уж мы об этом заговорили давай эту тему закроем а потом уже у меня будет еще один вопрос в общем вот пока вот таким вот образом это выглядит заявление МИД Армении не дело в том что он министр иностранных дел Армении сделал устные заявления и наш президент в общем-то четко по всем этим пунктам давал ему в общем-то разъяснение конституция любой страны является конечно ее внутренним делом для освещения тех вопросов если вдруг эта конституция начинает там появляться статьи касающиеся других государств вот то же самое мы говорим что вот примеры Ирландии когда у него были в конституции пункты касающиеся Северной Ирландии и Великобритании ей пришлось провести референдум и там от этого убрать то же самое мы хотим мы хотим чтобы конституция Армении была ее внутренним делом для того чтобы конституция Армении стала ее внутренним делом она оттуда должна убрать положение касающиеся Азербайджана не имеет ваше право Армения в своей конституции чего-то принимать какие-то принимать решения касающиеся территории Азербайджана если они сделали в свое время такую ошибку если они сделали такую глупость пусть они сейчас ее исправят и уберут это во-первых во-вторых никакие договора подписанные с Азербайджаном не могут быть и не могут иметь юридическую более высокую силу чем конституция Армении это любой студент первокурсник юридического факультета может аратом международному это объяснить причем не только Бахтинского городского университета Азербайджанского но и Ереванского государственного университета тоже первокурсники могут ему объяснить что конституция имеет более преобладающую силу и поэтому если какие-то договора или какие-то законопроекты противоречат конституции Армении за основу берется конституция поэтому кстати говоря ты обратил внимание в отличие от прошлых каких-то тем и так далее ни Европейский Союз ни Соединенные Штаты Америки ни какие-то отдельные страны мировые лидеры они к Азербайджану не имеют абсолютно никаких претензий в связи с нашей этой позицией потому что я могу четко вам сказать что все они признают что конечно это абсолютно ненормальное явление если Конституция Армении нашли отражение вот такие территориальные претензии к Азербайджану и Азербайджан абсолютно прав в том что эта ситуация должна быть изменена если бы там было малейшее в общем-то в нашей позиции была бы какая-нибудь трещина я думаю сейчас О'Брайен который был в Ереване там до этого другие приезжали там американские конгрессы там я не знаю Брюссель и так далее Франция давно-давно уже 100 раз сказали что ничего там такого нет Азербайджан напрасно выдвигает какие-то требования никто об этом не говорит против нашей позиции потому что все понимают что это абсолютно ненормальная ситуация и Армения должна эту ненормальную ситуацию исправить мяч на ее поле она должна этот вопрос решить это понятно теперь значит тот вопрос который я хотел задать до этого до того пришли к обсуждению послушай я тебе задам может быть странный вопрос а может ли быть России выгодно стратегическое партнерство Армении с США и когда мы говорим о стратегическом партнерстве оно бывает разных видов например стратегическое партнерство грузия и азербайджана это одно а стратегическое партнерство грузии с США это совсем другое в данном случае у нас региональный проект с США это определенный режим торговли это определенные визовые послабления и так далее и тому подобное Так вот, я подвожу к определенному режиму торговли между США и Арменией, учитывая то, что Армения находится в таможенной зоне России. У них единая таможенная зона. Как ты считаешь? Нет, ну то, что таможенные вопросы будут играть важную роль, это понятно, потому что это было особенно подчеркнуто в этом документе, а не в ближайшее время по таможенным вопросам отдельные соглашения будут принимать. Но дело в том, что в американской трактовке там упоминалось вопрос не просто таможенной, но и санкций, санкционной политики, таможенные вопросы, все и так далее. Может быть, просто заканчивается период, когда американцы закрывают глаза на то, что Армения на реэкспорте построила весь свой экономический рост, потому что экономический рост, при котором идет увеличение процентов бедности населения, падает аграрный сектор, падает энергопотребление промышленности. Это все показатели того, что экономика в чужом состоянии. А у них радужные цифры, потому что весь рост у них идет на реэкспорте. И я думаю, что вот то, что американцы вопросы таможни отдельно выделили, и там в этом американской трактовке там шло и таможня, и санкции, они, эти слова звучали, стояли рядом друг с дружкой. Поэтому, может быть, связку ты правильно нашел, но совсем, может быть, с другим... Понимаешь, понимаешь, в чем дело? Я бы с тобой согласился, если бы не было бы дифферензации обход санкций и возможности торговли. Потому что обход санкций – это такая узкая специалистическая вещь, а вот возможности торговли у России нет, у российских компаний нет возможности в силу того, что... Ну, ты же понимаешь, нету этих... Как это называется? Ну, банковские... Системы банковских переводов. Ну, да. Свирта. Свирта. Нет ни свирта, нет... Очень много всего нет. И, в общем-то, я не помню, кто тогда был представителем. По-моему, тот же Убрайан был тогда представителем по санкциям. Или кто-то другой был. Одно время он был представителем по санкциям. Который приезжал, по-моему, тогда именно Убрайан приехал в Армению, посмотрел и сказал, Армения не нарушает санкции. Они торгуют. Так вот, вот эту дырку они очень сильно расширили. И в этих условиях... У меня тогда еще один такой дополнительный вопрос. Будут ли Соединенные Штаты очень сильно сопротивляться увеличение российского влияния в Грузии? Или же, напротив, не будут? Потому что, ну, схема получается очень такая, очень хорошая. Можно даже не завозить в Армению эти товары. Можно через Грузию оформлять, через армянские фирмы, и прямо, чтобы они шли на Россию. Ну, я практически редко затрагиваю эти темы, потому что я знаю, что по этим темам есть специалисты, которые конкретно занимаются. И финансисты, и наш начальник транспортного цеха, и... Ну, начальник транспортного цеха мы с ним поговорим о Транссибе. Это, ой, какая тема неприятная. Но это другое. Ну, так что я говорю про то, что, в общем-то, очень и очень, очень и очень может так сложиться, что штатам, в общем-то, не штатам, администрации Байдена, администрации Байдена, вот она готовит вот такую мягкую подушечку. А дальше, если они победят, победят, а не победят, не победят. Знаешь, ситуация сейчас настолько сложная, да, и подвижная в этом, для политических процессов. Мы видим, что все ищут себе место в новом меняющейся мире. Они только приноравливаются к одной ситуации, а через 3-4 месяца ситуация еще немножко изменяется, да. Поэтому при такой очень динамичности вот этих тектонических сдвигов очень большие происходят, очень трудно. Я могу тебе сказать мнение, которое я слышал от европейского дипломата. Он сказал, мы до сих пор не уверены, что Армения сделала свой выбор. Армения сделала выбор остаться с Россией и полностью воспользоваться преференциями Запада. Вот выбор Армении. Ну, а поэтому то, что мы рассчитывали на то, что Армения будет... Потому что они не знали ситуацию в Армении изначально, значит, они плохо очень знали Армению. Более того, они говорят, что есть некоторые договоренности, которые вступили в силу, и мы не уверены, что Армения их продлит. Армения может пойти на то, чтобы некоторые вещи отказаться, по которым уже были договоренности с Европейским Союзом и с американцем. То есть все это очень подвижное дело. Сейчас впервые Армения пытается нащупать какую-то многополярную такую... Ну, почему впервые? У них всегда было ИИ. Просто другое дело, пока Россия обеспечивала, полностью закрывала вопросы безопасности, не было необходимости в чем-то другом. А ИИ у них всегда было. Они соба сделали договор, ты чего? Нет, ну, дело в том, что ИИ, они туда вкладывали такие свои ресурсы, которые, как потом на практике оказалось, что они недействованы. Ну, условно говоря, армянская диаспора в мире якобы работала на Советском Союзе. Работала на Советском Союзе, а потом Советский Союз развалился. Сейчас смотришь, российскую пропаганду открываешь, там на всех передачах одни армяне. Кроют запад, на чем свет стоит. А потом открываешь там в настоящее время голос Америки и смотришь. Первый армянин вышел с океаном, потом другая армянка вышла, потом третий армянин. Ну, какая разница? В Америке армяне говорят, не волнуйтесь, мы пропаганду на Россию берем на себя. А армяне в Москве говорят, не волнуйтесь, мы пропаганду на Россию берем на себя. А я вспоминаю эту репризу Райкина, я говорю, поздравляю вас, вы хорошо устроились, ребята. Поэтому это не то, что государство строит какой-то баланс. Когда я говорил о том, что они строят баланс, я имел в виду именно вопросы безопасности, вопросы экономики. То есть очень по этим важным вопросам Армении еще предстоит нащупать тот баланс, который она хочет создать. Это реалистично или нет? Куда уж дальше, куда уж дальше, смотри, куда уж дальше экономика, у них все замечательно на самом деле с экономикой. Слушай, ну мы с тобой уже проговорили больше часа. Замечательно в смысле того, что у них валютное поступление есть, и они нашли свою экономическую мишу. Я это имею в виду. Другое дело, что... Ну и на чем дело, я тебе честно скажу, я не уверен, что сейчас вообще кто-то очень сильно заинтересован в мирном договоре. Нету и нету. Ну да. Нет, ну а у Азербайджана всегда была такая позиция, что мы за мирный договор, но мы не навязываем... Ну не любой ценой. Ну не любой ценой, да. Сперва Армения тоже так хорохорилась, но потом она очень стремительно стала вот эти все процессы продвигать. Я всегда это связывал с предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах. Это факт на них серьезно влияет, потому что какая будет администрация респуханская или же демократическая, вот для Армении это будет иметь очень важную значение. Для нас тоже будет значение. Для наших мира будет значение. Я придумал надпись на кавери, на вот этой, на обложке, как видео. Кавказские пленники, потому что как там было? Торопиться не надо. Торопиться не надо. Ну что? Утверждаю, утверждаю название. Эльдар, я сейчас буду вынужден огорчить наших зрителей, я и сам огорчен, но с этим ничего не поделаешь на две недели, я надеюсь, не больше. У Эльдара будет отпуск, поэтому наслаждайтесь то, что вы насладились этой передачей замечательно, а потом вы успеете хорошо. Ну я тоже уезжаю в Германию, вот сейчас, даст Бог, поеду в воскресенье. Оттуда будут репортажи, сразу же говорю, оттуда я не смогу записывать, но оттуда я буду делать лайв-репортажи свои, показывать вам, что там происходит на глобальном медиафоруме. Ну потренируюсь, душу, на немцах, как это говорится, на немцах потренируюсь. Да, по-тренируюсь. Значит, и это, так что ждем следующей встречи, Эльдар. Да, спасибо. Очень хорошего отдыха. Спасибо. Я отвлекусь буквально, наверное, на пару недель и потом вернусь обратно к вам. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч.